Двенадцатый день войны. Операция «Железные мечи». Визит президента США Джо Байдена в Израиле и отмена саммита в Иордании после падения ракеты исламского джихада на больницу в Газе. Чрезвычайное правительство Нитынияу и Ганса и его перспективы, беседы Нитынияу с Путиным и вежливый отказ в приезде Зеленскому, а также русскоязычные волонтеры, которые помогают армии со всем необходимым. Нашими гостями сегодня будут военный обозреватель портала «Детали» Сергей Услендер, политический обозреватель Маариф Анна Раева, политолог Михаил Гуревич и координатор волонтеров «Шиши Шаббат израилей» Рита Хедва Агапова. Начинаем. В 11-й день войны после диверсионной атаки Хамаса ракета, выпущенная исламским джихадом, падает в Газе на здание баптистской больницы Аль-Аль-Ахли, приводит к гибели сотен человек, по заявлениям Хамаса 500 человек. Но невзирая на свидетельство и однозначное заявление Цаала, что обстрела больницы не проводилось, весь мир обвиняет Израиль. Саммит в Иордании отменен, Хизбалла объявила день ярости. С нами на связи военный обозреватель портала «Детали» Сергей Услендер. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Со всеми аргументами, видеозаписями, всем, чем можно доказать, объяснениями, какой цвет именно был у взрыва этой ракеты, все равно не удается переубедить не только страны арабского мира, но и ООН. Они все дружно забыли о резне, устроенной Хамасом, и бросились наперебой осуждать Израиль за то, чего не было. И, очевидно, придется это доказывать и президенту Байдену, который прилетает в Израиль в нынешнюю среду. Какие будут последствия этого события с точки зрения развития военных событий? Ну, пока трудно сказать, какие будут последствия. Тот факт, что нас обвиняют в этом, нет ничего удивительного. Нас всегда во всем обвиняют. Мы виноваты же фактом своего существования, а не в какой-то другой причине. Все данные объективного контроля предъявлены, снимки опубликованы, там все, но отчетливо видно совершенно. Вопрос даже не в обсуждении скорее, я иначе задам этот вопрос. Вопрос в тайминге. Байден не просто так прилетает в Израиль, он будет обсуждать с Нетанияу, в том числе и проведение наземной операции, и ее масштабы, и ее цели. Насколько сейчас этот в момент критичен, именно этот критик важен для того, чтобы американцы не сказали, может быть, стоит повременить, или может быть, стоит не так это сделать? Ну, это критичнее не придумаешь, я бы сказал. То есть Хамас буквально сорвал джекпорт. Вот этим падением ракеты. Было ли это случайно, или было ли это намеренно, тут пока сказать сложно. Была ли там вторичная детонация, писали о том, что там что-то взорвалось, чем объясняется такое количество жертв. Но пока объективно, опять же, подтвердить такое количество жертв невозможно. Хамас может называть любые цифры. 500, 800, 1500, не имеет значения. С точки зрения тайминга, для них это было абсолютно идеально. Вот в преддверии визита президента Байдена, который действительно будет обсуждать вот те самые вопросы. Понятно, что летит сюда не просто выразить солидарность и сочувствие. Он их уже выразил, и вот лучше уже не скажешь, чем он сказал. Он приезжает сюда обсуждать, вероятнее всего, факт наземной операции, то есть ее будущее проведение масштаба, как вы правильно сказали, и вопрос послевоенного устройства газа. Что делать с этой территорией? Что должно было бы обсуждаться на саммите в Иордании, который сейчас отменен? Да, как раз я это и хотел сказать, что вот этот момент должен был обсуждаться в Иордании. Вероятнее всего, там обсуждали бы вот как раз передачу газа под контроль палестинской автономии, для чего туда должен был приехать Махмуд Аббас. И все это сейчас вот накрылось известно чем, потому что ну все как бы нас никто не слышит. Нас никто не видит, и все сейчас говорят только исключительно о гибели мирных жителей в Газе, буквально забыв о том, что было, собственно, 12 дней назад, да, когда у нас вырезали сколько там, полторы тысячи человек. Нас никто не слышит вопрос, что мог бы кто-то нас услышать, даже если бы пресс-секретарь ЦАЛа отреагировал быстрее, а не с задержкой в 2,5 часа, пока распространялись фейки и утверждения Хамаса по всему миру, что в этом виноват Израиль. Насколько вообще подобная легитимация, как долго она может продержаться, и насколько развязаны руки у Израиля в смысле того, насколько он может вести свободно эту войну, даже если этой легитимации не будет. Ну там было, кстати, не 2,5 часа, там я просто сидел в студии на девятке, да, и мы это все вот в прямом эфире видели, как вот произошло, как начали писать, как Аль-Джазира написала, как Агари вышел к микрофону, там спустя, по-моему, там меньше часа прошло, как они быстро отреагировали, но, точнее, не Агари вышел к микрофону, опубликовали первые сообщения о том, что это была палестинская ракета, но это уже все бесполезно совершенно. Это эффект пузыря называется, когда мы живем в своем информационном пузыре, а Арабская улица живет в своем информационном пузыре, насколько это событие влияет на решение Хизбаллы о присоединении к общей войне, или же все-таки на этом этапе они воздержатся от резких шагов? Не знаю, тут это сложно сказать очень, потому что вопрос здесь самый главный заключается в субъектности Хизбаллы, насколько она вот субъектна в принятии решений. Если они самостоятельно, может быть, и не примут участие, потому что они же должны понимать, Вы имеете в виду приказ из Ирана в данном случае? Да, да, конечно. Что будет с Ливаном, в случае если? Мы это прекрасно все понимаем. Но в чем мы пошиблись с Хамасом, в какую ловушку мы попали? Мы оценивали намерения, оценивать нужно было возможности. Возможности у Хизбаллы на порядке превышают возможности Хамаса. И в случае вступления Хизбаллы в войну, это будет, ну просто, это все будет ужасно совершенно. Нам будет очень тяжело. Дальше там начинаются другие вопросы, исходящие из этого. Будут ли участвовать американцы, да, как они будут участвовать там, последствия всего этого дела и так далее. Поэтому тут пока очень сложно сказать, но ситуация на Севере, она вот буквально балансирует на лезвии ножа, вот буквально. Начнется ли наземная операция в Газе после визита Байдена? Такое ощущение, что именно на этой встрече должен быть дан зеленый свет на проведение этой операции. Ну до вот 19 с чем-то 00 вчерашнего дня я считал, что она неизбежна просто. Мы ее не можем не начать. Потому что вопрос с Хамасом, он экзистенциальный для нас, да, на этой территории останемся либо мы, либо Хамас. Вот одно из двух. Это вопрос растянутый во времени, наверное, но в конце концов это вот так должно произойти. Но после всей этой истории я уже не уверен в этом. Сергей Услендер, Портал деталей. Спасибо большое. Будем следить за развитием событий. Развиваются они очень быстро в наше время. Спасибо. Да, до свидания. Всего доброго. Приезд президента Байдена в Израиль должен был стать частью более широкого визита и посещение американским президентом саммита в Иордании. Однако взрыв в больнице в Газе изменил ситуацию. Саммит отменен. В арабских странах проходят беспорядки против США и других стран, поддержавших Израиль. Анна Раева, политический обозреватель издания Маориев. Здравствуйте. Здравствуйте, Ноа. Ситуация меняется очень быстро, но вчерашнее событие действительно меняет карту того, что должно было происходить в ближайшие часы, в среду. Как это меняет ситуацию с политической точки зрения? Я полагаю, что понять, насколько Хамасу и всем, кто его поддерживает, и мы слышали, и Иран как представители, и Хизбалу, которые, естественно, тут же пытались воспользоваться ситуацией, будет понятно, насколько им удалось переломить эту ситуацию. Вы понимаете, что главный аспект, который до сих пор очень отличал нынешнюю ситуацию, военную ситуацию от предыдущих компаний, которые не назывались войной, это не просто уровень поддержки Израиля в мире, это уровень легитимации военных действий. Мы знаем, что это постоянная проблема Израиля, лишение его легитимации, очень такой маленький резерв этой легитимации. И, по сути, все усилия, которые были направлены вовне, с одной стороны, с другой стороны, все усилия международных лидеров, начиная с американцев и европейские лидеры, которые приезжали в Израиль, которые выражали поддержку, высказываясь в защиту Израиля, все это создавало такую, я бы сказала, такой кипадзе-барзель, такой дипломатический защитный купол своего рода для Израиля, что несомненно ценно. Понятно, что... Причиной этого купола, к сожалению, послужили жутчайшие кадры зверски убитых израильтян, но такие кадры быстро забываются в этом проблема. Да, и поэтому было сделано все для того, если вы заметили, было все сделано для того, чтобы эти кадры не забывались, чтобы ситуация не менялась. Постоянно напоминают, в каждой речи любого израильского лидера, будь то Нейтаньял, будь то президент-герцог, будь то лидер оппозиции, будь то представители армейского командования, на первом месте всегда подчеркивались зверства тех, кто ворвался 7 октября в Кибуце, в поселение, приграничное с газой территорией. Это, понятно, было сделано именно для того, чтобы освежать, так сказать, да, несмотря на очень такое циничное выражение, но это, в общем, необходимо освежать в памяти мира постоянно ту трагедию, которая послужила причиной отправной точкой всего. Понятно, что это было слабое место с точки зрения Хамаса, с точки зрения Ирана, с точки зрения Хизбаллы, потому что она на сей раз такая всегда очень хорошо работающая пропалестинская пропаганда, всегда, когда начинаются бомбардировки в секторе, всегда есть жертвы, всегда есть, что показать миру. Эти кадры – это, в общем, наработанная схема. Здесь она до последнего момента не слишком работала. Работала, но не слишком. Понятно, что история с ракетой, которая разорвалась над больницей, и послужила причиной действительно такой гуманитарной катастрофы, – это история, за которую грех был, что называется, не зацепиться. Вообще здесь, конечно, есть очень горькая ирония. Исламский джихад – не лучший друг Хамаса, надо сказать. Они, скорее, соперники и очень не любят друг друга. Но здесь такая трагическая ошибка исламского джихада, запустившего ракету, которая разорвалась на больницу, по сути, очень помогла Хамасу. И всем сторонникам Хамаса, и Ирану, и Хизбалле, и список можно продолжать. Далее, поскольку заявление, моментальное заявление, еще до всех доказательств, еще до всех проверок, заявление о том, что виноват в этом Израиле, что это следствие израильской бомбардировки, понятно, что это было усилие, очень успешное усилие Хамаса, разрушить эту схему, разрушить формулу. Первое, что узнает президент Байден. Это строковое военное преступление, да. Насколько это удастся, я полагаю, мы увидим это в развитии, поскольку здесь, надо заметить, израильская попытка разъяснить себя, разъяснительная работа, она была сделана очень солидарной, достаточно успешной, на мой взгляд. Вопрос с другом. Президент Байден, первое, что он узнает в Израиле, как только он приземляется в Израиле, он получит абсолютно полную информацию, подозревая, что с видео и с другими доказательствами того. У него прекрасные связи на самолете Air Force One, поэтому я думаю, что вся информация течет и продолжает стекаться к американцам и в то время, что Байден в полете, разумеется. Вопрос, что происходит далее? Еще раз, я думаю, что фактор истории с больницей, он, возможно, не центральный. Я думаю, что Израилю, по крайней мере, удалось частично нейтрализовать этот эффект. Опять же, надо будет посмотреть, насколько далеко пойдут в арабских государствах, сегодня в частности, да, мы помним, призыв Ирана, призыв Хизбаллы, устроить день гнева не только в арабских странах, они призвали и арабское население, проживающее в Израиле, не только палестинцев, но и израильских арабов, принять участие в этом дне гнева, устроить беспорядки, атаковать евреев и за границей тоже. Но тут более широкий вопрос. Если, например, и Ордания, и Египет становятся... Если и Ордания, и Египет, и другие умеренные страны, которые имеют отношение с Израилем, становятся на сторону, в данном случае, версии Хамаса, они таким образом поддерживают Иран. Это не в их интересах политически. Дело в том, что это такая наработанная тоже формула, скажем так, да, практически генерный, такой, да, генерный, такой произвольный, автоматический вариант реакции. Мы с вами это видели во многих ситуациях, когда те страны, с которыми у нас есть дипломатические отношения, те страны, которые мы видели с вами совсем недавно, говорили об улучшении, потеплениях отношений. Мы видели, как, например, президент Турции, Режеп Таипер Эрдуган очень тепло обнимался с Нитанияу на Генассамблее ООН, приглашал его в гости, собирался приехать в Израиль сам и так далее. То же самое можно сказать и об иорданцах, в меньшей, может быть, степени, да, и в большей степени об египтянах. Все это, естественно, нерелевантно в тот момент, когда происходят такие события. Они всегда осуждают Израиль. Можно проверить. Это не первый раз, это абсолютно такая однозначная реакция. Поэтому была и отменена встреча с Байденом, поскольку они понимают, например, кстати говоря, первым это сделал Бумазан, они понимают, что имиджево в глазах арабского сообщества, мусульманского сообщества они иначе поступить просто не могут. Другое дело, что есть, как мы знаем, разница между тем, как реагируют эти государства и что происходит на самом деле. Поэтому здесь я хочу сказать, что еще вопрос, будет ли это действительно таким переломным фактором, как этого очень хочет Хамас, как этого очень хочет Хизбалла Иран, или сумеют все-таки это нейтрализовать. В любом случае Байден прилетает сюда, в первую очередь для того, чтобы, как он сказал, на борту самолета, журналистам, которые его сопровождают, задать непростые вопросы Израилю, как это делают друзья. А вопросы, они в общем понятны. Что вы планируете в Газе, как вы видите развитие военной операции, и главное, возможно, но не менее важное, как вы видите день после. То есть можно себе представить, например, ситуацию, желаемую с вашей точки зрения, военной операции, война завершилась, победа Израиля, что дальше? Хотите ли вы оккупировать Газу? Хотите ли вы сделать некую деметаллизованную зону? Может быть, вернуть на территорию Ушкатифа, выделенную в 2005 году и так далее? Как вы себе видите продолжение? И вот здесь есть впечатление, что ответов пока нет. И у Израиля, которого не было не все эти годы, стройной концепции относительно того, чтобы они хотели, чтобы мы хотели видеть в Газе. А также наблюдал за тем, насколько власть в палестинской автономии слабеет, по крайней мере, влияние обумазано, насколько оно слабеет. Ну, верно, и палестинская автономия все эти годы ослаблялась, и во многом это была стратегия всех правительств под руководством Вениамена Летаньяу все эти 15 лет, который полагал, что формула «разделяй властвую», она здесь правильная, уместная в данной ситуации. Если можно говорить, что это с полной уверенностью, это то, что все концепции сейчас развалились полностью. Ну, эта концепция развалилась, да, то есть просто волей-неволей, возможно, очень много можно рассуждать на тему того, действительно она была настолько порочной, абсолютно ошибочной, и она развалилась, или, например, концепция «жива», а просто изменились обстоятельства из-за попыток Америки договориться с Саудовской Аравией, Иран понял, что у него просто больше нет возможности, ему нужно действовать, ему нужно навести максимальный такой вот дисбаланс, как говорят, да, на разговорном мире эти балаган, для того, чтобы торпедировать с той стороны, да, с другой стороны, да, с другой стороны, по сути, разрушить все, что было достигнуто в рамках еврамических соглашений, пока мы видим, что ему это хорошо удается. Что дальше? Я полагаю, пока больше вопросов, чем ответов. Больше вопросов, чем ответов. Вопросов много не только у президента Байдена, тяжелых вопросов, но и у всех нас. Будем искать на них ответы в продолжении. Анна Раева-Мариев, спасибо большое. Президент России Владимир Путин предостерег от наземной операции в Газе, предложил не сравнивать войну в Израиле с Украиной, но зато сравнил Газу с блокадным Ленинградом и позвонил премьер-министру Израиля через 10 дней после массового убийства мирных израильтян боевиками Хамаса, в то время как Владимиру Зеленскому вежливо отказали в приезде в знак солидарности с Израилем. Политолог Михаил Гуревич, здравствуйте. Здравствуйте. 10 дней президент Российской Федерации не нашел времени позвонить Неданьяу, но все это время он довольно активно, публично высказывался по теме войны на Ближнем Востоке. Были ли в числе этих высказываний осуждения, нападения Хамаса, убийств, захватов заложники мирных израильтян? Ну, надо сказать, что сам Путин, он как бы осуждал все. Вот возьмем пример, как раз тот день, когда он позвонил Неданьяу, до того, как позвонить Биби, президент Путин общался с главой Египта, значит, соответственно, Иордании, Ирана, Сирии и, собственно, палестинской автономии. С каждым из них он говорил о понятных и близких нарративах сердцу каждого из собеседников. Соответственно, если с Ассадом он говорил о том, что нужно остановить израильскую военщину, а с Египтом с Ассиси обсуждал, что нельзя допускать беженцев-палестинцев, потому что они должны остаться на своей земле, то вот как раз в диалоге с Неданьягу он как раз принес соболезнования по поводу погибших изалитян и, соответственно, с пониманием отнесся в очередной раз к нуждам Израиля по обороне. Но в целом, безусловно, происходит некий такой сдвиг российской риторики не только в СМИ, но и официальной. И она, конечно, все более пропалестинская, а скорее проиранская, в связи с тем, что Иран становится таким главным поставщиком, как минимум, дронов, но и сотрудничество происходит куда более широ, на более широких фронтах, нежели только в отношении одного такого товара, скажем так, да. И поэтому, как сказал, опять же, депутат Госдумы господин Гурулев, выступая на каком-то шоу, все просто. Израиль с США, а мы с Ираном, поэтому они нам враги. Но вот как раз был следующий вопрос, это не только проиранская позиция, но антиамериканская, с учетом того, что эту же позицию они занимают и в войне с Украиной? Это в первую очередь антиамериканская. То есть, условно говоря, даже если мы посмотрим на трагедию этой больницы в Газе, то мы увидим, что в глубокой ночи просыпается бывший президент Медведев, опубликует свой знаменитый, ну не вообще все твиты знаменитые, но он рассказывает, что виноваты в гибели людей в больнице США. Ни Израиль, ни Палестин, ни Хамас, никто. США, то есть в этом отношении в России нету ни одного как бы сомнения в том, что Америка не только несет полную ответственность, но и вину за происходящее на Ближнем Востоке. Собственно говоря, чуть ранее, как раз когда стало известно, что США отправляют второй авианосец в наш регион, то сначала Мария Захарова, а потом президент Путин начинает говорить, а что же он будет здесь сделать в этом регионе авианосца, тем более в количестве двух штук. Видимо, они будут только усиливать войну, они в этом виновны. Это прям такой нарратив, который звучит все больше и больше. И я, например, считаю, что помимо всего прочего, как ни парадоксально, это связано с предстоящей еще и предвыборной кампанией в России. Мы понимаем, что Владимиру Путину напишут любой результат, который он потребует. Но система, бюрократическая система в России, она традиционно антисемитская. Если долгие годы как-то Путин мог с этим лаврировать, то здесь он должен дать им этот кусок, эту кость. Вы отслеживаете риторику не только на официальных новостных ресурсах, но и в социальных сетях. Там, в общем-то, не всегда легко найти поддержку Израиля в этой ситуации. Ну, точно, любопытно. Дело в том, что официальные СМИ, давайте пока, раз у вас вопрос не про это, оставим в сторону, а в неофициальные СМИ там есть несколько сил. Есть либеральная и есть так называемая Z-аудитория. Это, в общем, огромное количество телеграм-каналов, YouTube-каналов и прочих медиа, которые даже в заголовки вставляют Z, поэтому не будет как бы обвинением или ругательством назвать их Z-аудиторией или Z-СМИ. Значит, с либералами попроще. Они делятся на две части. Часть поддерживает Израиль, а часть разделяет так называемые общечеловеческие ценности. Мы, в общем, неоднократно и в прошлом говорили о таком популярном издании, как Медуза, которая называла волны террора волнами уличного насилия. Честно говоря, я вот все никак не могу понять, почему они не назвали резню в кибуцах израильских волнами кибуцного или деревенского насилия. Но в любом случае, руководитель издания даже сейчас сказал, что все, что делает Хамас, это плохо, все, что делает Израиль, это плохо. Вообще все плохо, когда льется кровь. Есть еще достаточно много СМИ, в частности, например, Холод Медиа, которая на днях опубликовала рассказ израильтян, которые не идут в армию. Странно, они нашли таких израильтян, которые не выбирают альтернативную службу, а именно, что отказываются идти в армию, то есть, как какой-то очень такой незначительный часть израильского общества, но они были найдены. То есть, нарративы, в общем, достаточно понятные, и они, в общем, не в пользу Израиля. Буквально коротко... Есть Z-каналы, значит, есть такая Саша Архипова, прекрасный антрополог, который занимается именно вот таким фольклором современным российским. За три года она насчитала более 100 тысяч твитов, бастов и так далее с антисемитскими наклонностями, которые активно шарятся, активно делятся другие пользователи. А большие военные, так называемые военкоры, которые крайне популярны, они занимают абсолютно пропалестинскую позицию и как будто пытаются вот таким образом устроить второй фронт и отыграться часто с антисемитским душком. Ну, например, вот такой провагнеровский канал Грейзон, который многие знают, когда была там цитата президента Израиля, Айцхака Герцога, что такое количество израильцан не погибало за один день со времен Холокоста, администраторы этого канала подвергали свой комментарий со словами «мало». Ну, в общем, это достаточно суммирует ситуацию, и, к сожалению, пока Израиль пытается сражаться на фронте, разъясняя свою позицию не всегда достаточно быстро, не всегда достаточно успешно, и борется за легитимацию в мире. Судя по всему, пока что поддержки со стороны России и российских граждан мы не увидим. Михаил Гуревич, спасибо большое. Хорошего дня. Все для солдат и резервистов. Репатрианты помогают армии вне массового призыва и стараются обеспечить военных всем необходимым, а также просто порадовать, поднять боевой дух. Как они это делают, знает наша следующая гостья Рита Хедва Агапова, координатор волонтера в организации Шиши Шаббат Исраэли. Здравствуйте. Добрый день. Четыре склада помощи. Тель-Авив, Ярусалим, Бат-Ям, Хайфа, в которых волонтеры занимаются сбором и распределением помощи. Как это происходит? Ну, на самом деле, не только. У нас три направления помощи. Первое, это то, что вы правильно совершенно сказали. У нас есть четыре склада. На самом деле, больше, потому что в Тель-Авиве два склада. Пять складов помощи. Все желающие могут принести необходимые вещи для солдат. Это медикаменты безрецептурные. То, чем солдат может оказать себе помощь, пока он не дошел до ХВШа или кого-то, кто может ему помочь. До медика. Да. Это одежда, потому что понятно, что в этих условиях стирать совершенно не до того, и поэтому чистая новая одежда очень пригождается. Какие-то более полезные вещи, например, шлюкер армейский и так далее, можно принести на эти склады. Но, кроме этого, вот кадры, которые видно на экране, мы собираем волонтеров, которые приезжают пока что из Хайфа и Тель-Авива. Надеюсь, что скоро будут приезжать из других городов. Мы набираем их и вместе с организацией Сорель на автобусах отправляем на базы армейские, где сортируются самые необходимые вещи, тоже медикаменты, продукты питания для сухих байков и так далее, и распределяются по базам там, где не нужны. Кто может стать волонтером? Что для этого нужно? Машина, водительские права? На самом деле, руки и будет достаточно, потому что с машиной волонтеры, конечно, тоже нужны, и они нам помогают отправлять именно с наших складов на военные базы на армейские. Но ребята, которые ездят, волонтеры вместе с Сорель, едут на автобусе, который предоставляет именно организация Сорель. С ними выезжает представитель армии, поэтому они едут в полной безопасности, и нужно просто готовность помогать, и все, больше ничего. Готовность помогать. Достаточно русского языка, потому что у нас есть, с каждым автобусом есть координатор, который знает и русский, и еврей, и помогает переводить между теми, кто находится на базе на постоянной основе, и волонтерами, которые приезжают. И это очень важный момент, поскольку есть огромное количество инициатив, большинство из них русскоязычные. Есть инициативы и на русском языке, но именно ваша инициатива помогает людям, которые хотят действительно внести свой вклад, стать волонтером. И все еще не знают ивриты, они новые репатрианты, или, возможно, просто еще не владеют им в должной степени. Они могут внести свой вклад, даже владея только русским языком. И сделать это можно благодаря вашей инициативе «Шишишаббат Исраэли». Как вас найти? Написать в гугле? Наш сайт. Можно написать в гугле, на самом деле, если написать «Шишишаббат Исраэли», скорее всего, вы нас найдете. Наш сайт «шишиши.co.il». Или можно также в Телеграме, у нас очень активный канал, мы постоянно обновляем там и список необходимого, и остальные данные, всю информацию. Рита Хедва-Агапова, спасибо большое и успехов вам на этом важном поприще. Всего доброго. Спасибо. Хороших новостей. Хороших новостей. Самое актуальное пожелание в эти дни. На этом наша программа подходит в концу. За последними событиями в израильской политике следите на страницах канала КНЕСЭТ в социальных сетях. Берегите себя. Мы вместе. Субтитры создавал DimaTorzok